Друзья, привет! Развиваемая нами... Нет, не так. Сейчас ещё раз, потому что всякое дело такое, оно всегда спотыкается вначале. Вы понимаете, первый блин говорят, ковном что ли, там ещё какие-то штучки. Но я юморист, вы понимаете. Послушайте меня внимательно. А сейчас очень серьёзно. Дело в том, что развиваемая нами совместно наука человечности начинает обретать всё большую и большую востребованность у всех людей. И они начинают мне и звонить, и писать, и дополнять. И мы вместе создаём критерии. Поэтому сейчас очень важно перейти уже к наиважнейшей серьёзной части. Надо теперь уже давать определение. Давайте мы все вместе будем думать, какое дать определение понятию совесть. И делиться своими примерами. Рассказывать о каких-то случаях и делиться какими-то примерами того или иного свойства души. Вот этот момент мы сейчас начинаем. Да, это будет супер, это будет супер. У скольких людей отзовётся в душе такая потребность, чтобы быстрее и быстрее мы все вместе создавали науку человечности, которая будет доступна всем, независимо от религиозной принадлежности, независимо от того, учёный ты или просто шахматист, или просто такой человек, как я или вы. Да. Вот это очень важно. И так такое домашнее задание в нашей школе, человек будущего, homo futurus, понятие совесть. И проводить разные примеры разных свойств души, ну, какие-то случаи в жизни, как проявлялась эта совесть. Давайте будем определять, чтобы это был научный критерий. Можете посмотреть в Википедию, можете посмотреть в каких-то книгах, читать афоризмы. Пожалуйста, пожалуйста, потому что само обсуждение, созидание этой науки человечности уже культивирует у людей человечность. И это сейчас пойдёт по всему миру, как по закону цепной реакции. Вот увидите, вот увидите. Вот уже мы сейчас будем делать конференцию, меня пригласили 8 февраля. Она международная такая. И там я об этом скажу, да сейчас всё это рассыпется, рассыпется. Вы знаете, как много людей нуждаются быть человеками. Но самое главное, когда они начинают видеть, что и сосед тоже хочет быть человеком, в нём это начинает утверждаться. Да-да-да, сила распространяется. И, как говорил очень нам известный со школы и из учебников человек, да, идея становится силой, когда она овладевает массами. Давайте, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!